Всем здарова братва, с вами Ил, сегодня я играю в Mobile Legends Bang Bang и хотелось бы рассказать про героев поддержки или саппортов. Преимущество героев поддержки. Они обеспечивают усиление для всей команды. Они раскрывают характеристики членов команды, при этом не требуя большого количества золота, а обеспечивают обзор для своих игроков. Им не требуется особая защита. Недостатки. Саппорты часто умирают, потому что главной целью ставят себя сохранить ДПС персонажа в живых. Данная роль больше подойдет более-менее опытным игрокам. Роль поддержки представляет из себя одного из важнейших персонажей, ведь он позволяет команде включиться в игру. Эти ребята будут размещать варды, представляя группе обзор, а также лечить, ставить защиту и давать усиление каждому товарищу по команде, которому это нужно здесь сейчас. У них может быть сильный эффект контроля вражеских персонажей, дебафы и практически полный набор фишек, которые пригодятся в вашей команде и даст колоссальное преимущество как в тактике, так и в сражении. В целом они приобретают устойчивость и выживаемость на более высоких рангах, когда игроки понимают правила и умеют пользоваться особенностями персонажа. Как быть полезным саппортом? В качестве саппорта вам следует приобретать спец предметы и помогать героям на линии. От вас требуется быть рядом, либо стоять прямо позади, постоянно обеспечивая хил, то есть лечить и всячески помогать в сражении. Вы должны сконцентрироваться только на союзниках на линии. Помощь для лесников или других персонажей вне линии не ваша головная боль. Помочь команде можно следующими путями. Например, это лечить. Накладывать эффекты и устранять дебафы. Ставить варды, обеспечивать обзор. Подсвечивать врагов и давать обзор, расположившись на ключевых точках, а во время сражений находиться позади, но при этом рядом с командой. Также вы можете наносить врагам на линии урон обычной атакой или заклинаниями. Можете контролить, станить врагов, выталкивать противников с позиции, накладывать дебаф на противника, помогать своих дпс, защищать, лечить, получать урон за них, вместо них давать паук врагам. В расчете на то, что нужно группе больше всего, вы можете занять одну из вышеперечисленных позиций в игре для поддержки, хотя некоторые роли наиболее присущи саппортам, а именно хиллер, защита, разведка и, например, пилинг. Но и это еще не все, что вы можете дать своим тиммейтам. Используемые предметы. Как я вам уже говорил, вам следует приспосабливаться к потребностям вашей группы. Покупать снаряжение, которое поможет вашим товарищам одержать победу и выжить в сражении. Обычно на танковой поддержке вам нужно снаряжение, которое усиливает броню в магическую защиту, а также предметы, которые снимают дебаф и дают дополнительные очки защиты и баф. Что касается хилерской лечащей и баф поддержки, выбирайте предметы, которые усиливают соответствующие способности, которые есть у вашего персонажа, даже если они проигрывают по параметру повышения выживаемости. Так или иначе, ставьте своей основной задачей сохранение здоровья остальной команды. Давайте подведем небольшой итог. В качестве саппорта вы в первую очередь смотрите на своих тиммейтов, товарищей по команде и даете ту поддержку, которая требуется им именно сейчас. Герои поддержки всегда должны оставлять право последнего удара дпс персонажам, если они рядом. Нет стандартных правил по выбору героя поддержки для конкретных матчей. Всегда чувствуете тенденции в конкретном сражении, обращайте внимание на героев, которые в вашей команде. Нет необходимости всю игру находиться рядом только с одним персонажем своей команды. Когда вы обеспечили герою на линии необходимую помощь и поддержку, и он уже может действовать самостоятельно, вы можете переместиться, чтобы помочь остальной команде и выиграть раунд. Максимально помочь своей команде в бою. Героев поддержки довольно-таки много. Это вы можете посмотреть, перейдя в магазин, героя и поддержка. Их достаточное количество. У меня есть Рафаэль, Тигрилл и Нано. Сегодня я хочу научиться играть Тигриллом и, возможно, дать какие-то советы именно вам. Тигрилл Mobile Legends является мощным танковым героем, который способен инициировать тимпайты. Это его основная задача. Защищайте свою команду и позвольте своим керри нанести как можно больше урона, оттянув внимание. Рекомендуемые заклинания. Кара, щит, оцепенение, вспышка. Плюсы и минусы. Из плюсов можно выделить великий инициатор, большое количество инструментов контроля толпы, высокая долговечность, отличное зонирование от врагов, просто управление, быстрая мобильность к поздней игре. Минусы. Медленная мобильность в начале игры. Можно довольно легко убить. Длительная перезарядка способностей. Бесполезен без командной работы. Часто банится. Ультимейт может быть прерван, но только за счет сильного контроля. А тактика игры? Из тактики игры мне рассказывали, что рекомендуют приобрести второй навык на уровне 1, если вы решите вторгнуться во вражеские джунгли или защитить свои джунгли. Эффект отталкивания и подбрасывания обеспечит отличный контроль толпы и хорош для ранних стычек. В начале игры нужно бить своих врагов и пушить свою линию с помощью первого навыка, зачистив свою волну, возвращаться в свои джунгли или вражеские джунгли, чтобы зачистить нейтральных крипов с дополнительным опытом золота. На линии с агрессивными бойцами ищите лазейку, чтобы оттолкнуть их обратно к вашим башням. Когда они перетянутся, так можно достаточно легко убить противника на линии. Если вы играете один на один с вражеским танком, сосредоточьтесь на очистке волны миньонов с помощью первого навыка, ибо достижение четвертого уровня начинайте роумить. В середине и в конце игры сосредоточьтесь на башнях, черепахе и лорде, а также на поддержке командных боев, где тигрилл сияет. Оставайтесь со своей командой или просто вступайте в бой 5 на 5, вы всегда должны быть на передовой, чтобы инициировать драки. Дождитесь момента, когда вражеская команда сгруппируется вплотную, после этого используйте вспышка плюс ультимейт или второй скилл во вражескую команду, чтобы сбить их с ног, а затем ультимейт. Если ваша команда отстает и у вас проблемы с боем 5 на 5, вступайте в бой с ними, когда они сгруппируются или пытаются захватить ваши башни. Если они решат сражаться с вами под вашими турелями, ваша команда будет иметь преимущество, так как турели будут сражаться вместе с вами. Другая альтернатива, вы можете устроить засаду в кустах с элементом неожиданности, вы сможете легко победить своих врагов. Вы должны поразить как можно больше врагов своим эффектом, а не только героев с малым хп. Но основная цель это вражеские ДПС герои. Это делает Тигрилла серьезной угрозой в командном бою, потому что Тигрилл может вывести из строя нескольких героев. На линии 2 на 2 максимально используйте маскировку для засады на вашу цель. Лучшие напарники для Тигрилла это Эстас, Анжела, Рафаэлла, Юдора, Аврора, Алиса, Рубин, Лолита, Фарса, Адет и Суншин. Опасные противники это Акаи, Аврора, Бруно, Джоу, Диги, Юдора, Фрея, Горд, Джонсон, Мия, Москва, Нана, Рубин, Валир, Вексона. У Тигрилла есть не только пассивный навык, но можно также использовать комбинацию в виде первого навыка плюс второго. Это максимально хорошая связка, при которой вы можете даже уничтожить своего врага или очень хорошо помочь вашим тиммейтам это сделать. При подборе вы можете выбрать, какое боевое заклинание вам взять. Вы можете взять исцеление, будете хилить команду, также можете выбрать и остальные. Я выбрал исцеление, чтобы помогать хилить свою команду и выполнять роль хилера. Примерно так это выглядит в игре. Я вижу, что мой тиммейт потерял здоровье, я подхожу к нему и использую заклинание исцеления. В перестрелках, где участвует много народу, вы можете помочь своей команде, притянув оппонентов своим ультиматумом, контролем. Он стянет всех и будет намного удобней вам и вашей команде расчищать оппонентов. Также тигрилом проверять кусты очень удобно, потому что его очень тяжело там убить, и он будет вычислять готовящуюся атаку. Например, кто-то хочет выпрыгнуть из куста, а вы ему все отменяете. Также не забывайте, что тигрил имеет большое количество хп и может очень хорошо прикрывать тиммейтов, впитывая в себя дамаг. Главная цель саппорта – это обеспечивать комфортную игру стрелкам и тиммейтам, которые вносят основной дамаг. А вы впитываете урон и не даете своим тиммейтам умереть в бою. Вы создаете благоприятную среду для того, чтобы ваши тиммейты могли комфортно играть. Ну, в принципе, на этом все. Если вы знаете что-то еще про тигрилы, можете мне сказать, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я жду ваше мнение. Также не забывайте, что кто не скачал игру, вы можете скачать по ссылке в описании. Всем спасибо, кто смотрел. Всем пока.